всем здравствуйте доброе утро сегодня у нас среда 19 продолжаю свой влог недельный пока я дома в отпуске кажется есть что снимать но в первую очередь я хотела бы всех поздравить с праздником крещением всем всего хорошего самого светлого доброго и самое наверное главное здоровья и мирного неба над головой вот что я хотела сказать я уже налила себе кофе буду пить кофе вот мои собаки как всегда дом охраняют без гавканей они не могут сегодня буквально через практически час у меня термин у меня сейчас термин косметологу дам я хожу косметологу но не так часто как бы наверное может быть хотелось хожу не из-за того что я хочу быть молодой так конечно не старая нет я не к тому что я к тому что у меня есть проблемы на лице я забыла как они по правильному называются профессионально но это такие маленькие беленькие типа прыщиков жировички короче вот и они у меня очень много вот на вот этих местах выступают очень много ну как мне мой косметолог сказала что моя кожа сильно толстая и когда я потею мало ну как сказать пота выходит из моего лица вот поэтому я к ней хожу примерно раз в 6-8 недель я сейчас договорюсь что мой кофе остынет я ужасно не люблю холодный кофе вот в общем я сегодня к ней схожу она мне будет заниматься моим лицом да наверное сейчас кто-то скажет наверное еще надо будет заняться питанием и так далее это не про меня все диеты вот это все это не про меня хотя я не толстая если уж хотите я могу сказать я метр шестьдесят ростом на данный момент у меня 60 килограмм веса и я считаю что я еще еще пока нормальная время от времени спортом занимаюсь конечно кое-каким но у меня такая работа я так работаю вторсмены и по восемь часов и на ногах так что какой там нафиг спорт да вот как я бывает в отпуске дома туда туда с удовольствием могу позаниматься наверное я еще кое-что повырезаю наверное сильно много лишнего наговорил я вот смотрю не в камеру она себя не почему-то не могу я в камеру смотреть не знаю но это еще дело привычки наверное ну в общем я конечно собой занимаюсь я смотрю за своим лицом это вообще лицо это у меня в первую очередь ну волосы это да с волосами я тоже занимаюсь но в первую очередь у меня лицо из-за того что я я думала как сказать я долго на этом внимание не обращала когда у меня были эти жировики до того времени когда они не стали болеть потому что бывает что вот я крашусь и очень часто сегодня я абсолютно не накрашена даже волосы я только немножко причесала но с волосами тоже сегодня ничего не делала потому что я сейчас пойду косметологу она на меня наденет такую шапочку и будет меня маслом там всякой фигни обмазывать волосы будут жирные я потом приеду домой их помою еще чего-нибудь сделали посмотрим в общем и я крашусь практически каждый день я сильно не крашусь я обожаю тушь вот это у меня татуаж на глазах поэтому вроде бы и выглядит что я как бы наверное накрашенная да но в основном я крашусь когда куда-то выхожу выхожу я только практически на работу вот я стала замечать что мне что-то не так когда я смывала себя макияж и у меня ну было больно вот поэтому я стала обращать внимание больше на свое лицо у меня много всякой декоративной косметики ну в общем так ну и буду еще немножко много чего рассказывать вот так хотела показать как у меня поживают здесь мои орхидеи конечно вот это орхидея потеряла несколько вот особенно последние бутончики да ну я это скорее всего сейчас из-за того что я их покупала по холоду но у этой все все целые даже будут распускаться значит может быть она не сильно прихватилась бамбуковая у меня тоже много потеряла вот даже еще есть это я их сегодня хотела бы вот полить но я их уже вернее полила и вот смотрю что они потеряли ну ничего может адаптируется и все будет нормально твои на нее облокачивайся вот хотела показать смотрите как за это вот прошло 9 дней смотрите какой он уже большой бутон динозавра немножко напоминает в общем скоро будет будет расцветать поклала я такую красоту поставила я свои орхидеи в разные горшочки разного цвета под низ этой красоты и постелила такие как утеплитель тряпочку да что я вот так руками трогаю ну подоконник холодный решила немножко утеплить утеплителя специального нету да и покупать не хочу потому что я это потом на лето буду убирать в общем спасибо каналу светлане и она смотрелась на и орхидеи вот тоже захотелось вот красивая все я приехал все я приехала но она мне сильно лицо не намучила но видать да что красненькая она мне вот эти штуки про которые я говорила белые убрала вот ну все она сказала что у меня кстати намного лучше стало уже их не так много было мы это все из-за того что я стала лучше относиться к своему лицу и больше что-то делать вот и она сказала единственное что она еще сухая шелушится и желательно серум с витамином c еще пользоваться ну вот так пока я ну у нее бывает ладно я заехала еще принимать час покажу потом я заехала на заправку заправилась заправила машину бензином пришла посылка пока меня дома не было там там она вот опять фирма золянду здесь кофты для моей дочи три штуки я знаю что здесь открывать не буду буду ждать дочу когда придет со школы еще рано только через час-два где-то она придет вот вот заехала в пенимарт у меня сломалась у меня она была это блин опять с русским тяжело мне для мыла чтобы как сказать он сенсорный стоит он всем с копейками я для мыла взяла в ванную руки мыть это крахмал майс кукурузный крахмал и я буду сегодня готов да мы кукси уже съели кстати не удивляйтесь извините у меня два взрослых мужика в доме но дочи да это понятное дело доча она еще так мало кушает ну можно сказать три взрослых человека так что мы вчера и пообедали и поужинали и вот все съели так что сегодня я буду готовить курицу а вернее грудку и мне нужен крахмал вот и иду для собак до собаки я вами выкупила мешок здесь полтора килограмма но это им я не знаю насколько я не засекаю насколько хватает вот здесь вот возле батареи стоит вот такая штука я сюда засыпаю корм и они вот кушают да и такой же у меня для воды потому что когда нас дома нету чтоб они могли сами кушать и пить да пока нас восемь часов дома нету и когда заканчивается я засыпаю вот заехала я на заправку 20 литров 20 грамм вот тут написано вот литров вот цена ойра 66 за один литр и вышла у меня на 33 евро 71 вот теперь кошечка пришла кушать хочет леди кушать да надо сейчас пойти и кушать дать пока на этом все буду ждать дочу буду кушать готовить может быть тоже рецепт вам запишу потому что я когда снимала рецепт мясо с огурцом мне сестренка написала привет я знаю что на меня смотрит вот и она мне написала где рецепт я я постараюсь снимать рецепты они не мои но я по ним готовлю и уже не раз и не два но я по ним готовлю но это рецепты не мои но что-то что-то я все равно делаю по-своему и поэтому как я делаю я вам и показываю ну мне кошка хочет кушать так что пока все так сегодня у меня будет обед тире ужин опять на нашу семью вот в данный момент у нас пол второго дня это я обед готовлю потому что сейчас дети придут со школы потом муж придет мы еще вечером если что останется будем кушать ну в общем сегодня у меня будет курица а вернее куриная грудка с такими овощами как лук порезанный полукольцами сладкий болгарский перец порезан перец чили буквально немножечко вот здесь у меня половинка от целого стручка и чеснок вот немного дальше нам нужно будет сделать соус для этой курицы он будет состоять из соевого соуса здесь у меня куриная 3 куриных грудки ну три половинки до куриных грудок я не знаю это я не взвешивала ну грамм 600 пускай будет 600 700 может вот дальше примерно надо будет сто сто пятьдесят наверное миллилитров ну я сейчас налью 6 7 столовых ложек я в общем взяла я 9 столовых ложек теперь сахар 1 столовая ложка теперь мед 1 столовая ложка у меня 25 значит я покладу одну чайную ложечку всего лишь и нам надо это хорошенько все размешать чтоб мед растворился с сахаром так ну чё наша сковорода уже разогрелась добавляем курицу и жарим курицу вот начала она немножко уже подрумяниваться тут уже видать сейчас еще немножко так перец чили чеснок перемешиваем и жарим еще минуту обжарили минутку как я до говорила и я положила болгарский перец и лук теперь перемешиваем еще немножко жарим чтоб у нас овощи лук и болгарский перец были аль денте ну вот прошло пару минут теперь добавляем две столовые ложки крахмала я думаю на это количество хватит перемешиваем быстренько это все и сразу же заливаем сюда наливаем наш вот этот соус и будем еще жарить соус я уже налила и и примерно тушим еще минутки три я думаю хватит вот такая красота получилась пробовать я уже попробовала будем кушать чуть попозже я сейчас сварю картошку и буду делать толченую хотя можно с рисом с вермишелью но так как вчера у нас уже была паста а до этого до пасты у меня был рис поэтому сегодня мы кушаем картошку вот пока варится у нас картошка я уже включила будет закипать доча уже пришла со школы сейчас и мы будем мерить открывать посылку и мерить смотреть ну все будешь открывать да я ухожу в комбитуринг ну хорошо так получается тебе не надо сегодня домашнее задание делать уроки надо еще делала надо? ну да я только не доделала не доделала ну ладно ну-ка ооо красиво так а это только у нас как тот раз был как тот раз но теперь я не знаю надеюсь я правильного размера купила только аккуратно открывай потому что вдруг опять придется назад отсылать да? ну как получится ладно ладно доставай кофту так ну-ка правильно взяла ооо да мы теперь ее померим Эликс Эль это у меня ага получается 2XL что за размеры блин? американские что ли? ну написано вот 14-16 лет надеюсь что она тебе будет как раз боже какие размеры пишут постарайся аккуратно открывать да? и еще одна красная только она только она другого фасона вот давай она другая с пуговичками и она темно-красная хотя на видео такая прям яркая хотя нет она как спелая вишня как ягода ягодка 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 твоей сделать ну давай теперь эту открывай на и вот такая интересная почти да ну будем мерить? да будешь? давай начинаем ну красавица красивая пойдет идет вот такая с луна и глазки вон глазки луна солнце да да оставляем это ну иди в зеркало еще посмотри будем мерить следующее и вот и вот и вот такая красивая красная ягода ягода варенье да да нравится? да вот там хорошо тепло тепло? да чуть-чуть там мягко ну чуть-чуть длиннее но это пускай так ну-ка подожди нормально встанет только как скелет ну подвернуть можно немножко ну вот этот точно ну классно хотели когда-то было видео там была маленькая такая да другое я размером ошиблась это тебе у меня excel вон стоите вот оставляем все оставляем все нравится да ну давай тогда ладно ну все тогда я тебя и куда ты пойдешь с кем? не знаю немного тут дыр зайдет есть хорошо у меня наверное будет немножко в камере шуметь я включила посудомоечную машину вот ну что картошка у меня сварилась пока мы примеркой занимались да сейчас я буду пробовать скажу как получилось курица она уже конечно подостыла сначала сначала попробую отдельно перчик болгарский болгарский хрустит соли я вообще не клала не ложила не клала соли я вообще не положила в мясо так как я вчера уже говорила что соевый соус и так соленый поэтому когда вы готовите с соевым соусом с солью надо быть поаккуратней картошку я толченую сделала обычно я картошку делаю ну понятное дело толкушкой но я кладу несколько кусочков сливочного масла и немножко сливок без разницы каких молоко я стараюсь не ложить мне кажется со сливками намного вкуснее и моим детям нравится у меня дочь например она толченую картошку очень любит но только правда с кетчупом я не знаю будет она это мясо кушать или нет но она практически мясо у меня не ест она не то что вегетарианка но она мясо не ест из-за того что ей не нравится когда начинает в зубах застревать вот так поэтому ей мясо не нравится так теперь я пробую курицу на надо будет ее наверное следующий раз по другому приготовить она у меня получилась суховатой я в одном рецепте видела что ее перед тем курицу как жарит обволакивают крахмалом тогда весь сок внутри не остается кстати я так уже и делала но это другой рецепт чуть-чуть где крахмал прямо в сковородку ложится когда уже курица пожарилась честно так не делайте лучше мой совет вам перед тем как курицу жарить сначала ее в крахмале обволякать да обволять нету такого слова обволякать в общем потому что я так уже делала я уже сказала и тогда весь сок внутри запечатывается когда жарится с крахмалом а так нет вкусно я ничего не говорю он вкусно скорее всего моему мужу понравится потому что с остренькой он острое у меня любит он даже такое острое ест что я даже не ем вот но она к сожалению суховата но вкусно а я прошлый раз делала она у меня была сочная но и другой рецепт был ну только что сын со школы пришел я отключилась ну в общем мой совет вам что лучше перед жаркой курицей лучше добавить в курицу крахмал а потом уже ее жарить чем так ну это мое мнение я думаю что сейчас муж придет ну не сейчас конечно подох 20 минут осталось если я с ним поем вот и там уже вы сами смотрите прислушиваться к моему мнению или нет потому что я абсолютно не повар я так сказать мама семейства которое каждый день готовит а готовлю я каждый день потому что у меня сын с холодильника не ест когда в холодильнике постоит хотя бы сутки еда он с холодильника не ест потому что ему потом невкусно ну может из-за того что надо разогревать но ему невкусно хотя сложности нет разогреть им есть микроволновка есть плита и так далее поэтому готовлю я каждый день и небольшими порциями чтобы допустим съесть хотя бы за два раза в обед если это обед и за ужин вот обычно даже иногда на ужин не остается потом ходит что-нибудь подъедает с холодильника что в холодильнике еще есть колбаса сыр и так далее но они у меня мало это конечно едят у меня всегда есть на как сказать на инзе да вот в холодильнике замороженные вареники пельмени и ну и так далее в общем продукты у меня в морозилке лежат голодные они у меня не ходят особенно когда если я работаю в ночь или во вторую смену они себе варят сами сын у меня уже взрослый шестнадцать лет ему будет в феврале вот вот так поболтала я с вами немножко я конечно не прощаюсь потому что у меня будут каждый день влоги выходить пока я дома с одной стороны скучно да заняться как будто нечем много есть чем заниматься только не все показывается вот например я не показываю уборку потому что это абсолютно никому не надо это мое мнение да вот зачем показывать уборку когда люди что не умеют убираться что ли да нет такое я не показываю ну в общем вот так пока все посмотрим что может еще что запишу да там и Продолжение следует...